да вот мы сейчас идем по заснеженному лесу посмотреть какой красивый лес ищем хорошее место где будет повальная сосна или елка большим корневищем вот куда-то туда на вырубку выйдем вот я вижу там какая-то елка и много много сухих дров смотрите какая красота сегодня в лесу полный зашиворот снега у меня как мы обычно разводим костер в лесу сейчас у нас минус один всего очень сыра все влажное смотрите берем нас есть пила обычная ручная 3-4 толстых полежки кладем снизу и дальше из веток делаем такую площадку если есть береста то можно сверху положить если бересты нет то тоненькие веточки и сейчас сверху вот этой всей площадке будем разжигать огонь чтобы все угольки падали не на снег не на землю а падали на какую-то площадку ровную и между веточками будет снизу поддув воздуха и будет все хорошо разгораться дальше я пошел наломал вот таких тонюсеньких тонюсеньких веточек видите совсем тоненькие и зелененькие попадаются и сухие то есть прям берем елочку и у нее внутри под кроной внутри очень много тоненьких сухих веточек и вот этот пучок можно разжечь даже без газетки даже без бумажки просто спичка вот это все очень хорошо разгорится сейчас я соответственно эту штуку сюда положу и сверху на нее буду накладывать много 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 веток которые уже дадут нам основной огонь самого угла у меня разгорелся мой пучок веточек и огонь уже саму разгаре скажем так снег идет парить какое красивое место павший елка очень много веток дымок сейчас будем готовить курочку на огне разгорается такой красивый флагиничный аккуратненький костерок мы в лесу посмотреть какой уровень снега то есть уже наверное сантиметров 70 навалило не верьте ему не верьте не верьте миша тонет снегу по колено той по пояс и ребята уже напилили смотрите какая сухая елка отличная и очень много вот смотрите сколько снега да сейчас разожгем посильнее погорячее у нас будет отличный костер кстати к вопросу как я одеваюсь в лесу смотрите значит сначала тонкое термобелье чтобы отводила под чтобы было тепло именно телу дальше идет флиска флиска может быть тонкой может быть толстая сейчас на мне толстая флиска и сверху куртка ветра водозащитная то есть она от ветра защищает от воды от снега защищает и не намокает у нас какой-то пропиткой и типа мембранка но правда не сильно она мембранка но все равно то есть вот он трехслойный такой вариант одежды то же самое на ногах то есть сверху сноубордические защитные штаны дальше термобелье и все штаны с такой с подкладочкой чтобы было теплее и соответственно двигаешься даже если потеешь не замерзаешь и по снегу ходишь и ничего не попадает идет сильный снег нас тут музычка играет сейчас она выключилась автоматически при записи видео и вот такой вот шикарный костер мы построили форме колодца и сбоку жарим курочку смотрите какая красота прям вообще обалденно очень тепло куча куча целых дров в основании дерева все подсыхает и ребята пошли тащить сухую елку нашли там снегу отряхнули и тащить елку и красота посмотреть какой сегодня шикарный лес шикарнейший лес идет снег очень много снега вообще кайф может почти все выпили все что было и теперь отдыхаем у теплого огня сейчас будет шашлычок уже темнеет время 5 часов вечера солнышко спустилась и нет эксперимент сегодня я тестирую электрические стельки я не стал проводить провода внутри штанов включил их пауэрбанку и сейчас вот у меня там разъемчики заходят в каждый ботинок сейчас мы посмотрим как будут ноги греться прошла вот на данный момент минута пока я честно говоря не чувствую тепла которое бы шло от стелек и попозже расскажу нагрелись ли ноги у меня или нет и позже покажу стельки даже домой приду покажу как это работает ноги согрелись у ребят там целый палаточный лагерь свет готовят сосиски на костре такой вот красивый костер на фоне елочек уже стемнело наши посиделки постепенно подходит концу смотрите как красиво лесу елки снег тишина разговоры у костра красота свежий воздух так как путин посиделки спос Phase 1 и спосод горит вд Продолжение следует...